Здарова, дружище! Ты прошел Red Dead Redemption 2, только осилил сюжетку, создал персонажа в Red Dead Online, зашел в игру и что же тут делать? Я тебе в этом видеоролике расскажу, как быстро прокачать уровень и как заработать денег и золото. Никаких группа прокачек, ничего такого, только законные рабочие методы в Red Dead Online. У микрофона Готика Сократ, погнали! Для твоего удобства я разделю этот ролик на две части, как прокачать уровень и как заработать денег и золото, и несколько полезных моментов, которые тебе помогут и в первом и во втором случае. Начать хотелось бы, конечно же, с уровня. Самый простой способ прокачать и уровень, и здоровье, это просто убивать NPC. Для этого можно сделать в Сен-Дени, убить вот этого полицейского, забраться за здание по лестнице, сесть вот на эту крышу и просто убивать NPC, которые поднимаются по этой лестнице. Никаких других способов к вам попасть нет возможности. Этот секрет рассказал Северный еще пару лет назад, однако метод действенный, так как вы за убийство NPC с разного вида оружия, в том числе и с лука, будете прокачивать и здоровье, и получать очки прогресса, которые добавляют от 150 до 350 опыта. За убийство с разного оружия, за убийство NPC, а также за время нахождения в розыске, вы прокачиваете эти очки прогресса. Куда их тратить и на что они нужны, я расскажу позже. Но сам факт, важно это получение опыта. У вас еще не куплено ни одной роли, поэтому для получения опыта можно зайти в наш дискорд, ссылки в описании, и перевозить вместе с нами телеги. За это вы будете получать 1250 опыта, если перевозите нашу телегу. Если перевозите свою телегу, будете получать 2500 опыта. Игры и престолы, много серий и сезонов, персонажей тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда. Так, карлик, там есть карлик. Неужели мы привезли? Так быстро? Почти. О, блин, привезли. Можно тупо почилить. Пока там везут повозочку. Я уже чилю. Она уже разъебалась по дороге. Также можно попросить друзей в нашем же дискорде, либо своих где-то в другом, помочь перевезти вам припасы к рипсу. В этом случае вы получите 500 опыта за телегу. А если вам выпадут задания по доставке мешков, и с вами будет 3 ваших верных друга, вы получите 2000 опыта суммарно. Вообще, в принципе, зайдя к нам в дискорд, вы сможете заниматься любой игровой активностью вместе с нами, будь то охотник за головами, будь то коллекционер, или торговец, самогонщик, просто пвп, вы за это будете уже получать опыт. Вопрос с деньгами и золотом. Самый простой способ заработать золото, это сделать двойную верификацию социал клаб, то есть привязать мобильный телефон к рокстару, и вы получите 10 голды. Останется заработать еще 5, для того, чтобы купить роль охотника за головами, которая позволит вам фармить это самое золото, для того, чтобы покупать другие роли. Где взять эти 5 голды? Все очень просто, можно пойти в режим серию захватов, избранная серия, неважно, какое место вы там займете, вы будете получать мизерную порцию золота, но это лучше, чем делать то же самое действие с миссиями незнакомцев. В серии противоборства вы просто стреляетесь, и в конечном итоге получаете золото за выполнение. Самое, что интересно, когда вы будете играть, вы можете сбрасывать очки прогресса, о которых я рассказывал ранее. Для чего это нужно? Для того, чтобы зарабатывать то самое золото. Когда вы прокачаете прогресс, а какое-то действие до максималки, до золота, вы сможете обнулить его. Так можно делать 10 раз. За каждое обнуление вы будете получать 0,4 голды. Если вы активный игрок, занимаетесь абсолютно разной активностью, убиваете животных, тушки, продаете товары, собираете растения, убиваете в голову, используете меткий глаз, не используете, стреляете с карканы, с пистолетов, с револьверов и так далее. Неважно, за любую активность и ПВЕ и ПВП вы получаете очки прогресса. Обнуляете, получаете по 0,4 голды. Как вы видите, сейчас у меня было 77 голды, стало 84. Я получил 7 единиц голды за то, что просто обнулил очки прогресса. Делайте это постоянно, не забывайте. На самом деле, обратите внимание, может быть у вас там уже 20 или 30 голды скопилось. Раз уж мы оказали здесь небольшой автоб, в этом месте над станцией Миральд есть два небольших озера. Это стоянка для уток и казаток, основной источник животного жира, который необходим для разрывных патронов и зажигательных стрел. Пизда, за мной олень бежит. С рогами большими. Подожди, а вот если он догонит, то выяснишь, что у него не только рога большие. Главное, беги быстрее. Пацаны, прыгайте на меня, быстрее прыгайте, пожалуйста. Лёх, лёх. Короче, все визиты, короче, его хуярят, он коррекционки собирает. Смотрите, пацаны. Ебать, он большой. Это при глазке, я знаю, друг. Блядь, я не могу. Смотри. Кто-нибудь, прыгнешь или нет? Что, руки за ним? Мы не можем на тебя прыгнуть, мы же в одной сезоне. Блядь, я раз... Сука, я зажигательный в него въебал. Блядь, лох, сука, блядь. Два зажигательных, два животных жира и заебучего оленя. Просто, сука, мразь, блядь. Пидор. Кула, ёбаная. Что ж, дело зашло про охоту, то здесь, на этой карте, на этой отметке, можно спокойно фармить пум. Трехзвездочная пума, это 16,5 материалов для крипса. Пять пум в телеге, это 90 материалов. Что, в принципе, очень-очень здорово. Это две ограбленные телеги в сессии. Вообще шикарно. Мы заходим на это место, ждем, когда пума отспаунится. Пришли, убили ее, поднялись сюда, наверх, на горочку. Либо сменили сессию, и все, в конечном итоге, фармится пумы ровным счетом за 15-20 минут. Обо всех тонкостях и нюансах, которые я упомянул в этом ролике, вы можете посмотреть в других моих роликах на этом канале. Также хотел дополнительно рассказать про вес и влияние его поглощаемый урон. Иными словами, если вы съедите два кусочка мяса, либо рагу без приправ, без специй и без всего, просто обычная базовая рагу, перезайдете в сессию, вы прибавите 0.75% к поглощению урона. То есть вы будете максимум живучи на 7.5%, а это на один выстрел из карканы при использовании второго тоника. То есть на один пулю вы больше проживете. И для того, чтобы максимально быстро прокачать лошадь, достаточно взять ее за поводья и просто с ней погулять, так сказать. С вашей любимой девочкой за ручку, по лесу, собирая цветочки. Главное, никуда ее не отпускайте далеко от себя. И вы максимально быстро прокачаете доверие с вашей малышкой. В общем, в режиме противоборства или еще где-либо, вы заработали 15 голды. Покупайте обязательно Охотника за головами. Так вы сможете фармить еще больше голды для приобретения других ролей. После чего, настоятельно рекомендую брать роль коллекционера, зайти к нам в Дискорд, в ссылке полезно, взять интерактивную карту, не покупать никаких карт у Мадам Назар, и просто открыв ее на планшете или на мобильнике, пробежаться по коллекциям. Так вы заработаете 2-3 тысячи долларов за все коллекции и кучу-кучу опыта. Тем самым вы сможете купить себе и мясницкий стол крипса для торговца, и также лачугу для самогонного предприятия. После чего уже фарм денег останется вопросом времени. Также в нашем Дискорде мы поможем тебе перевести телеги, и ты будешь перевозить наши и качать роль торговца, зарабатывать деньги и опыт. Так что, дружище, не тяни, ссылки в описании обязательно заходи. Никаких прокачек, никаких сайтов, никаких накруток, ничего такого мы не делаем. Мы против гличей, багов, читов и так далее, и так далее. В связи с этим, дружище, надеюсь, этот ролик был для тебя информативным и показательным. Я собрал максимум информации о том, как, где, что, почем, сделать для того, чтобы ты побыстрее прокачался и нафармил голду. К сожалению, других, более действенных способов, а может быть и к счастью, Rockstar не предоставил нам до выхода какого-то крупного летнего, а может быть осеннего обновления. Поэтому все с нетерпением его ждем. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить информацию о грядущем обновлении. С вами была Готика. Сократ, пока.